Карл Чапек Смерть барона Гандары — Ну, сыщики в Ливерпуле, наверное, поймали этого убийцу, — заметил Меншик. — Ведь это был профессионал, а их обычно ловят. Полиция в таких случаях просто забирает всех известных ей рецидивистов и требует с каждого. — А ну-ка, докажи свое алиби. Если алиби нет, стало быть, ты и есть преступник. — Полиция не любит иметь дело с неизвестными величинами преступного мира. Она, если можно так выразиться, стремится привести их к общему знаменателю. Когда человек попадается ей в руки, она его сфотографирует, измерит, снимет отпечатки пальцев, и готово дело. Он уже на примете. С той поры сыщики с доверием обращаются к нему, как только что-нибудь стрясется. Приходят по старой памяти, как ходят к своему парикмахеру или в табачную лавочку. Хуже, если преступление совершил новичок или любитель, вроде вас или меня. Тогда полицейским труднее его сцапать. У меня в полиции есть один родственник, дядя моей жены. Следователь по уголовным делам Питер. Так вот, этот дядюшка Питер утверждает, что грабеж — обычно дело рук профессионала. В убийстве, скорее всего, бывает повинен кто-нибудь из родных. У него, знаете ли, на этот счет очень устойчивые взгляды. Он, например, утверждает, что убийца редко нападает на незнакомого. Мол, убить постороннего не так-то просто. Среди знакомых легче найдется повод для убийства, а в семье и подавно. Когда дядюшке поручают расследовать убийство, он обычно прикидывает, для кого совершить это всего проще. И берется прямо за такого человека. — Знаешь, Меншик, — говорит он, — воображение и сообразительности у меня не на грош. У нас в полиции всякий скажет, что Питер — отъявленный тупица. Я, понимаешь ли, так же недалек, как и убийца. Все, что я способен придумать, так же тупо, обыденно и заурядно, как его побуждение, замыслы и поступки. Вот почему в большинстве случаев мне удается его поймать. Не знаю, помнит ли, кто из вас дело об убийстве иностранца, барона Гандеры. Загадочный такой был авантюрист, красивый, как Люцифер, смуглый, волосы цвета вороньего крыла. Жил он в особняке у Гребовки. Что иной раз там творилось, описать невозможно. И вот однажды, на рассвете, в этом особняке хлопнули два револьверных выстрела. Послышался какой-то шум, а потом барона нашли в саду мертвым. Бумажник его исчез, но никаких следов преступник не оставил. В общем, крайне загадочный случай. Поручили его моему дяде Петру, который в это время как раз не был занят. Начальник ему сказал, как бы между прочим, «Это дело не в вашем обычном стиле, коллега, но постарайтесь доказать, что вам еще рано на пенсию». Дядя Питер пробормотал, что постарается, и отправился на место преступления. Там он, разумеется, ничего не обнаружил. Выругал сыщика, свернулся обратно на службу, сел за стол и закурил свою трубку. Тот, кто увидел бы его в облаках вонючего дыма, решил бы, конечно, что он сосредоточенно обдумывает порученное ему дело. И непременно ошибся бы. Дядюшка Питер никогда ничего не обдумывал, потому что принципиально отвергал всякие размышления. — Убийца тоже не размышляет, — говорил он. — Ему или взбредет в голову, или не взбредет. Остальные полицейские следователи жалели дядюшку Питера. — Не для него это дело, — говорили они. — Жаль, пропадает такой интересный случай. Питер может раскрыть убийство старушки, которую приступнул племянник или кавалер ее служанки. Один коллега, полицейский комиссар Мейзлик, заглянув к дядюшке Питеру, словно бы ненароком, сел на краешек стула и говорит. — Так как, господин следователь, что нового с этим Гандерой? — Вероятно, у него был племянник, — заметил дядюшка Питер. — Господин следователь, — сказал Мейзлик, желая помочь ему, — это совсем не тот случай. — Я вам скажу, в чем тут дело. Барон Гандера был крупный международный шпион. Кто знает, чьи интересы замешаны в этом деле. У меня из головы не выходит его бумажник. На вашем месте я постарался бы выяснить... Дядюшка Питер покачал головой. — У каждого свои методы, коллега, — сказал он. — По-моему, прежде всего надо выяснить, не было ли у убитого родственников, которые могут рассчитывать на наследство. — Во-вторых, — продолжал Мейзлик, — нам известно, что барон Гандера был азартный карточный игрок. Вы, господин следователь, не бываете в обществе и играете только в домино у Мейншука. У вас нет знакомых, следующих в таких делах. Если вам угодно, я наведу справки, кто играл с Гандерой в последние дни. Понимаете, здесь мог иметь место так называемый долг чести. Дядюшка Питер поморчился. — Все это не для меня, — сказал он. Я никогда не работал в высшем свете и на старости лет не стану с ним связываться. Не говорите мне о долгой чести. Таких случаев в моей практике не было. Если это не убийство по семейным обстоятельствам, так стало быть убийство с целью грабежа, а его мог совершить только кто-нибудь из домашних. Так всегда бывает. Может быть, у кухарки есть племянник? — А может быть, убийца? — Шофер Гандеры, — сказал Мейзлик, — чтобы подразнить дядюшку. Дядюшка Питер покачал головой. — Шофер, — возразил он, — в мое время этого не случалось. Не припомню, чтобы шофер совершил убийство с целью грабежа. Шоферы пьянствуют и воруют хозяйский бензин, но убивать я не знаю такого случая. Молодой человек, я придерживаюсь своего опыта. Поживите-ка с мое. Мейзлик был как на иголках. — Господин следователь, — быстро сказал он, — есть еще третий возможный. У барона Гандеры была связь с одной замужней дамой. Красивейшая женщина Праги. Может быть, это убийство из древности? — Бывает, бывает, — согласился дядюшка Питер. — Таких убийств на моей памяти было пять штук. — А кто муж этой дамочки? — Коммерсант, — ответил Мейзлик, — владелец крупнейшей фирмы. Дядюшка Питер задумался. — Опять ничего не получается, — сказал он. — У меня еще не было случая, чтобы крупный коммерсант кого-нибудь застрелил. — Мошенничество — это, пожалуйста. Но убийства из древности совершаются в других кругах общества. Так-то, коллега. — Господин следователь, — продолжал Мейзлик, — вам известно, на какие средства жил барон Гандера. Он занимался шантажом. Гандера знал ужасные вещи о... ну, о многих очень богатых людях. Стоит призадуматься над тем, кому могло быть выгодно... устранить его. — Ах, вот как! — заметил дядя Питер. — Такой случай у меня однажды был. Но мы не сумели улечить убийцу и только сраму натерпелись. — Нет, и не думайте, я уже раз обжегся на таком деле. С другой не хочу. Для меня достаточно обыкновенного грабежа с убийством. Я не люблю сенсации и загадочных случаев. В ваши годы я тоже мечтал раскрыть нашумевшее преступление. Честолюбие — ничего не поделаешь, молодой человек. С годами это проходит. И мы начинаем понимать. Бывают только заурядные случаи. — Барон Гандера — незаурядный случай, — возразил Майзлик. — Я его знал. Авантюрист. Черный, как цыган. Красивейший негодяй, какого я когда-либо видел. Загадочная фигура, демоническая личность. Шулер и самозваный барон. Послушайте, такой человек не умирает обыкновенной смертью и даже не становится жертвой заурядного убийства. Здесь что-то другое. Это крайне загадочное дело. — Тогда нечего было и давать его мне, — недовольно проворчал дядюшка Питер. — У меня голова не так варит, чтобы разгадывать всякие тайны. Плевать мне на загадочные дела. Я люблю заурядные, примитивные, вроде убийства, лавошницы. Переучиваться мне уже поздно, молодой человек. Раз это дело поручили мне, я его отработаю по-своему. Из него выйдет обычное убийство с целью грабежа. Если бы оно досталось вам, вы бы сделали из него уголовную сенсацию, любовную историю или политическую аферу. У вас, Мейзлик, романтические наклонности. Вы бы из этого случая состряпали феиическое дело. Жаль, что его не дали вам. — Слушайте, — воскликнул Мейзлик. — Вы не станете возражать, если я совершенно неофициально, частным образом, тоже занялся бы этим делом. Видите ли, у меня много знакомых, которым кое-что известно о Гандаре. Разумеется, вся моя информация была бы в вашем распоряжении, — поспешно добавил он. — Дело оставалось бы за вами, а? Дядюшка Питер раздраженно фыркнул. — Покорно благодарю, — сказал он. — Но ничего не выйдет. Вы, коллега, работаете совсем в другом стиле. У вас получится совсем не то, что у меня. Наши методы несовместимы. — Ну, что бы я делал с вашими шпионами, игроками, светскими дамами и всем этим избранным обществом? — Нет, приятель, это не для меня. Если дело расследую я, то из него получится мой обычный вульгарный казус. Каждый работает, как умеет. В дверь постучали. Вошел полицейский агент. — Господин следователь! — доложил он. — Мы выяснили, что у привратника в доме Гандеры есть племянник. Парень двадцати лет без определенных занятий живет в Ршовицах, дом номер 1451. Он часто бывал у этого привратника, а у служанки Гандеры есть любовник-солдат, но он сейчас на маневрах. — Вот и хорошо, — сказал дядюшка Питер. — Навестите-ка этого племянничка. Сделайте у него обыск и приведите его сюда. Через два часа в руках у Питера был бумажник Гандеры. Гандеры найдены под матрацем у того парня. Ночью убийцу взяли в какой-то пьяной компании, а к утру он сознался, что застрелил Гандеру, чтобы украсть бумажник, в котором было пятьдесят с лишним тысяч крон. — Вот видишь, меньшик, — сказал мне дядюшка Питер, — это совершенно такой же случай, как со старухой с Крышеменцевой улицы. Ее тоже убил племянник привратника. Черт подери, подумать только, как разукрасил бы это дело Мейзлик, попадись оно ему в руки. Но у меня для этого не хватает воображения. Вот оно что. Похождение брачного афериста — Что правда, то правда! — скромно откашлявшись, ставился с хной агент Голуб. — Мы, полицейские, не любим из ряда вон выходящих событий и новых людей в преступном мире. Гораздо приятнее иметь дело со старым, испытанным правонарушителем. В таких случаях мы, во-первых, сразу знаем, чьих это рук дело, потому что каждый из них работает на свой лад. Во-вторых, мы знаем, где найти его, а в-третьих, он не утруждает нас запирательством, так как знает, что все равно оно не поможет. Да, господа, работать с таким человеком — одно удовольствие. И в тюрьме тоже, скажу вам, профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства. Новички и случайные арестанты — это ворчуны и скандалисты. Все им не так. А вот опытный преступник знает, что тюрьма — это профессиональный риск, и, попадая за решетку, не портит жизнь себе и другим. Но, собственно, это к делу не относится. Лет пять тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном мрачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой, полный мужчина, лысый, с пятью золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохасской, Шимиком, Шебиком, Шиндеркой, Билликом, Громадкой Пиводой, Бергером, Бейчиком, Сточесом и еще тысячу фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам мрачных аферистов. Видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит. — Голубь, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте. Не встретится ли вам десубъект с пятью золотыми зубами? — Ладно. Начал я заглядывать в рот пассажирам. За две недели я обнаружил троих с золотыми зубами и заставил их предъявить документы. Черт возьми, оказалось, что один из них — школьный инспектор, а другой — даже член парламента. — Знали бы вы, как они чистили меня и как мне попало у нас, в полиции. Тут я злился и твердо решил, что доберусь до этого типа. Хотя его аферы не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел. Частным порядком я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться. Вы себе представить не можете, как плакали и жаловались эти многострадальные сироты и вдовы. Но все они сходились на том, что алманщик был интеллигентный и представительный господин с золотыми зубами. Он так красиво и проникновенно расписывал прелести семейной жизни. Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев. До чего легковерны женщины. Одиннадцатая жертва, это было в каменице, сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее три раза. Он всегда приезжал поездом в половине одиннадцатого утра, и когда в последний раз уходил с ее сбережениями в кармане, взглянул на номер дома и с удивлением сказал. — Смотрите-ка, Марженко, сама судьба указывает, что мы должны пожениться. Номер вашего дома — шестьсот восемнадцать, а я всегда выезжаю к вам поездом шесть восемнадцать. Недоброе ли это знамение? Услышав такие слова, я сказал. — Ей-богу, это знамение! И тотчас вытащил из кармана расписание поездов. Из него я без труда выяснил, с какой станции можно выехать в шесть часов восемнадцать минут, чтобы пересесть на поезд, прибывающий в каменице, в десять часов тридцать пять минут. Тщательно все проверив, я убедился, что эта станция — Быстршице-Нововес. Жизнодорожный сыщик, знаете ли, должен хорошо ориентироваться в таких вещах. В первый же свободный день я поехал в Быстршице и спрашиваю там на вокзале, не ездит ли оттуда толстый господин с золотыми зубами. — Е-е-е-здит, — говорит мне начальник станции. — И довольно часто. — Это комивая жорла Ацина. Он живет в домике на Нижней улице. Вчера вечером он как раз откуда-то приехал. Поехал я к этому Лацине. В синях встречаю маленькую аккуратненькую хозяйку, спрашиваю ее, здесь живет господин Лацина. — Это, — говорит мой муж, — он сейчас спит после обеда. — Неважно, — говорю я, и иду в комнаты. На диване лежит человек без пиджака. Увидев меня, он восклицает. — Батюшки мои, господин Голуб, мамочка, подай ему стул. Тут у меня вся злость прошла. Это был мой старый знакомый эфирист Плихта, специалист по лотерейным билетам. За ним числилось не меньше десяти отсидок. — Здорово, Винсенс, — говорю я. — Ты что, бросил уже лотерей? — Бросил, — говорит Плихта, садясь на диване. — В таком деле вечно надо быть на ногах. А я уже не мальчик, пятьдесят два года. Хочется отдохнуть. Без конца шататься по домам — это уже не для меня. — Поэтому ты и взялся за брачные аферы, старый мошенник? Плихта вздохнул. — Господин Голуб, надо же человеку чем-то жить. Видите ли, когда я в последний раз сидел в кутузке, у меня испортились зубы. Я думаю, это от чечевичной похлебки. Пришлось ставить золотые. Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек с золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, и я пополнил. С такими данными волей-неволей пришлось взяться за брачные дела. — А где деньги? — прервал я. — У меня в блокноте записаны все твои аферы, их одиннадцать, на общую сумму двести шестнадцать тысяч крон. Где они? — Ах, господин Голуб, — отвечает Плихта, — здесь все имущество принадлежит жене. Дело есть дело. Мое только то, что при мне. Шестьсот пятьдесят крон. Золотые часы. И золотые зубы. Мамочка, я поеду с господином Голубом в Прагу. Но зубы я вставил в рассрочку, и я должен еще заплатить за них триста крон. Эту сумму я себе оставлю. А сто пятьдесят крон ты должен портному, — напомнила мамочка. — Правильно, — сказал Плихта, — господин Голуб, я превыше всего ставлю порядочность и аккуратность. Порядочность необходима при каждой сделке. Порядочность необходима при каждой сделке. Эти качества всегда написаны у человека на лице, верно? У кого нет долгов, тот смело глядит всем в глаза. Без этого нельзя вести дела. — Мамочка, обмахни щеткой мое пальто, чтобы я не осрамил тебя в Праге. — Так поехали, господин Голуб. Плихте дали всего пять месяцев, потому что почти все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что упрощают его. Только одна Низа хотела простить — богатая вдова, которую он накрыл всего на пять тысяч. Через полгода я снова услышал о двух брачных аферах. — Опять Плихта, — подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пардубице. Там как раз орудовал один багажник. Знаете, вор, что крадет чемоданы на перроне. Недалеко от Пардубиц жила на даче моя семья. Я взял для детей в чемоданчик сарделек и копченые колбасы. В деревне, видите ли, это редкость. По привычке я прошел через весь поезд. Гляжу, в одном купе сидит Плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов. — Винсенс, — говорю я, — опять, небось, обещаешь жениться? Плихта покраснел и, торопливо объяснив спутнице, что ему нужно поговорить со мной по торговому делу, вышел в коридор и сказал мне с укором. — Господин Голуб, зачем же так при посторонних? Достаточно кивка, и я сразу выйду к вам. По какому делу вы хотите меня притянуть? — Опять нам заявили о двух брачных аферах, — говорю я. — Но я сейчас занят, так что сдам тебя полицейскому посту в Пардубице. — Пожалуйста, не делайте этого, господин Голуб. Я привык к вам, да и вы меня знаете. Уж лучше я пойду с вами. Прошу вас, господин Голуб, ради старого знакомства. — Никак не выходит, — говорю я. — Я должен заехать к своим. Это в часе езды отсюда. Куда же мне девать тебя на это время? — А я с вами поеду, господин Голуб. По крайней мере, нам не будет скучно. И он поехал со мной. Когда мы вышли за город, он говорит. — Дайте-ка ваш чемоданчик, господин Голуб. Я его понесу. И знаете что? Я пожилой человек. Когда вы на людях говорите мне «ты», странное это производит впечатление. Ну, я представил его жене и свояченице как старого знакомого. Так слушайте же, что вышло. Свояченице моей двадцать пять лет. Она очень не дурна собой. Плих-то с ней мило так и солидно побеседовал, а детям дал по конфетке. После кофе он предложил погулять с барышней и детьми и подмигнул мне. Мол, мы, мужчины, понимаем друг друга. У вас с женой есть о чем поговорить. Вот какой это был деликатный человек. Когда они через час вернулись, дети держали Плихту за руки. Свояченица раскраснелась как пион и на прощание долго жала ему руку. — Слушай, Плихта, — сказал я, когда мы ушли из дому, — с чего это тебе вздумало скружить голову нашей манечки? — Привычка, — ответил Плихта немного грустно. — Господин Голуб, я тут ни при чем. Все дело в золотых зубах. Мне от них одни неприятности, честное слово. Я женщинам никогда не говорю о любви. В моем возрасте это не подобает. Но именно поэтому они и клюют. Иногда мне думается, что у них нет настоящих чувств, а одна лишь корысть. Потому что у меня внешность обеспеченного человека. Когда мы пришли на вокзал в Пардубице, я говорю ему, — ну, Плихта, придется все-таки сдать тебя здешней полиции. Мне тут нужно заняться расследованием одной кражи. — Господин Голуб, — стал он упрашивать, — оставьте меня пока на вокзале, в ресторане. Я закажу чай и почитаю газеты. Вот вам все мои деньги, четырнадцать тысяч с лишним. Без денег я не убегу, мне нечем расплатиться с кельнером. Оставил я его в ресторане, а сам пошел по делам. Через час заглядываю в окно. Сидит на том же месте, нацепит золотой пенсне и читает газеты. Еще через полчаса я покончил с делами и захожу за ним. Вижу, он уже за соседним столиком, в обществе какой-то обрюзгшей блондинки. С достоинством отчитывает кельнер за то, что тот подал ей кофе с пенками. Увидев меня, он распрощался с дамочкой и подошел ко мне. — Господин голуб, не могли бы вы забрать меня через недельку? Как раз работа подвернулась. — Очень богатая дама? — спрашиваю я. Клихта даже рукой махнул. — У нее фабрика, — прошептал он. — И ей нужен опытный человек, который мог бы помочь ей советам. Сейчас она как раз собирается купить новое оборудование. — Ага, — говорю я, — так пойдем, я тебя представлю. И подхожу к этой дамочке. — Здорово, — говорю, Лойзечка. — Все еще ловишь пожилых мужчин? Блондинка покраснела до корней волос и говорит. — Батюшки мои, господин голуб, я не знала, что это ваш знакомый. — Но так убирайся, а по добру, по здорову. Господин советник юстиции Дундр давно интересуется тобой. Он, видишь ли, называет твои проделки мошенничеством. Плихта был просто убит горем. — Господин голуб, — говорит он, — никогда бы не подумал, что эта дамочка тоже аферистка. — Да, — отвечаю, — да еще и легкого поведения. Представь себе, она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж. Плихта даже побледнел. — Какая низость! — воскликнул он. — Можно ли после этого верить женщинам? Господин голуб, это уже переходят всякие границы. — Ладно, — говорю, — подожди меня здесь. Я куплю тебе билет в Прагу. Какой тебе класс, второй или третий? — Господин голуб, — возразил Плихта, — зачем же бросать деньги на ветер? Я, как арестованный, имею право на бесплатный проезд. Уж вы меня отвезите на казенный счет. Нашему брату приходится беречь каждую копейку. Всю дорогу Плихта чистил эту дамочку. Я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования. В Праге, когда мы вышли из вагона, Плихта говорит. — Господин голуб, я знаю, что на этот раз получу семь месяцев, а я, видите ли, очень недолюбливаю тюремную кормежку. Мне бы хотелось в последний раз прилично поесть. Четырнадцать тысяч, что вы у меня взяли, — это весь мой доход от последнего дела. Могу я позволить себе хотя бы поужинать? Кроме того, мне хотелось бы отблагодарить вас за гостеприимство. Мы вместе пошли в один из лучших трактиров. Плихта заказал себе розбив и выпил пять кружек пива, а я заплатил из его кошелька. После того, как он трижды проверил, не обманул ли нас Кельнев. — Ну, а теперь в полицию, — говорю я. — Одну минуточку, господин голуб, — говорит он. — В последнем деле у меня были большие накладные расходы. — Четыре поездки туда и обратно, — по сорок восьми крон за билет, — триста восемьдесят четыре кроны. Он нацепил пенсне и почитал на клочке бумаги. — Потом питание, — примерно по тридцать крон в день. — Я должен хорошо питаться, господин голуб, — это тоже издержки гешефта. — Итого сто двадцать крон. — Букет, что я преподнес барышне, стоит тридцать пять крон. Это долг вежливости. — Обручальное кольцо — двести сорок крон. Оно было позолоченное, господин голуб. Не будь я порядочный человек, я бы сказал, что оно золотое, и посчитал бы за него шестьсот крон. Кроме того, я купил ей торт за тридцать крон. Далее пять писем по кроне на марку и объявление в газете, по которому я с ней познакомился, — восемнадцать крон. Общий итог стало быть восемьсот тридцать две кроны. Эту сумму вы, пожалуйста, вычтите из отобранных у меня денег. Я эти восемьсот тридцать две кроны пока оставлю у вас. Я люблю порядок, господин голуб. Накладные расходы должны быть покрыты. Ну вот, а теперь пошли. Уже в коридоре полицейского управления Плихтов вспомнил еще один расход. — Господин голуб, я этой барышне подарил флакон духов. Заприходуйте мне, пожалуйста, еще двадцать крон. Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в кутузку. Затем он тщательно рассматрился и безмятно проследовал череп. Если